Новую купюру с портретом лауреата сталинской премии Владимиром Вернадским уже в шутку называют «голубой мечтой». Рассчитываться ей можно будет с 25 октября. Экономисты считают, что это вынужденная мера в период высокой инфляции. Чтобы не носить пачки денег, Нацбанк нашел более консервативный выход из ситуации. Но правильнее в стране развивать электронные платежные средства. Это необходимая мера в условиях высокого уровня инфляции. Для того, чтобы облегчить наличные расчеты. Это следствие. Конечно, если бы Национальный банк был заинтересован в том, чтобы Украина развивалась как цивилизованное государство, они бы не вводили новые купюры. Например, в Соединенных Штатах, вы знаете, самая большая купюра это 100 долларов. То есть, несмотря на то, что у них доходы и миллиардеры есть, они бы заставили в экономике использовать электронные платежные средства, карточки. И сделали бы оборот денег в Украине, объем легального оборота больше. Но учитывая, что Национальный банк, он также подконтролен бизнесом. А бизнес заинтересован в том, чтобы зарабатывать большие деньги. Купюру в 1000 гривен можно считать отображением инфляции и девальвации гривны, которые украинская экономика переживала ранее. Начиная с 2006-го, объем оборота валюты вырос в несколько раз. Эксперты считают, что негативных последствий от самой купюры не будет. Но и целесообразность ее сомнительная. Непонятно, зачем ее напечатали. Потому что мы видим тенденцию в странах, где более-менее стабильная экономика и инфляция, скажем так, умеренная. Наоборот, крупные валюты, крупные размеры купюр просто снимают с производства, скажем, евро. 200 евро уже пока никто печатать не будет в ближайшее время. То есть, те 200 евро, которые ходят, они действуют, ими можно распоряжаться, но больше новые пока не печатают. Более того, когда в геометрической прогрессии растут платежи карточками, то есть электронные расчеты идут, наличные деньги, как правило, все меньше и меньше востребованы. Ну, напечатали, наверное, уже было в плане, был готов рисунок, надо было как-то его использовать, или чтобы появилась подпись нового головано-стального банка на новые купюры. Среднестатистическая зарплата украинца – 8-12 тысяч гривен. Ну, по крайней мере, об этом рапортует Гастат и Кабмин. Пенсионеры получают пенсию до 3-4 тысяч гривен. Будет ли удобно использовать купюры в тысячу гривен? Например, в США самая крупная купюра – 100 долларов, в Европе – 500 евро, и их сейчас выводят из оборота. В основном расчет производят мелкими купюрами, либо без наличкой. Крупные купюры провоцируют проведение расчетов в тени. Мы поинтересовались у одесситов отношением к такому нововведению в стране. Ну, конечно, нужно. Все нужно. Если выдвигать, нужно. Потому что от этой мелочевки натолкаешь, он пошелил, полплошенька нужна, все нужно. Я считаю, что все-таки это уже является, наверное, следствием инфляции. Потому что все-таки правительство довело уже до того, что и курс гривны падал. Путин БУ сейчас и заявляет о том, что вроде бы курс гривны усиливается и крепкий. Но мне все-таки кажется, что с каждым разом, когда вводят все более и более крупную купюру, то это все-таки следствие уже инфляции. Это просто завуалированная попытка сделать дополнительную эмиссию денег. Вот и все. Ну, какие-то нужды может рассчитаться по долгам перед бюджетниками. Но под соусом новой купюры, которая на самом деле вообще не нужна. С 500 гривен, то не всегда, допустим, в мелких магазинах или в маршрутке есть сдача. А с тысячи, ну, к чему она? Я думаю, что она ни на что не повлияет. Эксперты считают, что наличный расчет – прошлый век. И купюры с Вернадским не будут такими ходовыми, как банкноты номиналом в 200 и 500 гривен. Если брать наличные расчеты, ну, это уже вчерашний день, это, скажем, 19 век. Поэтому мы видим, что даже уже пенсионеры, да, то есть люди, которые как бы когда-то далеки от карточек, сегодня понимают, насколько это удобно, насколько это эффективно, насколько это безопасно. То есть расчет наличными средствами с каждым днем становится все меньше и меньше. Более того, мы видим, что с целью детенизации экономики государство старается все больше уходить от расчетов наличными, и банки стараются от этого уходить, потому что это затратно. Украинцев ждут еще некоторые изменения. С 1 октября монета 1,2,5 копеек перестанут быть платежным средством и будут выведены из обращения. Эксперты считают, что это правильное решение. Их изготовление стоит дороже, чем сам номинал. При этом эксперты считают, что новая купюра почти никак не повлияет на экономические изменения. Но и преимуществ от ее использования будет мало.